Журналисты телеканала Север Меня зовут Алексей, я шеф-повар ресторана Тиман Я вам покажу блюдо, самое основное, самое простое для начинающего повара Как раз оно подойдет, это жаровня, которую мы подаем в ресторан нашим Белый фартук, высокий колпак и ароматы готовящихся блюд – сегодня все по-настоящему Ольга, которая давно мечтала стать шеф-поваром, вместе с настоящим профессионалом готовит самое популярное блюдо – фирменное в этом ресторане Часто смотрю кулинарные передачи, всегда хотела попробовать что-нибудь приготовить, научиться какое-нибудь блюдо Это не мастер-класс и не урок кулинарии Рука об руку, профессионал и новичок творят вкусный шедевр Для одного уже привычный, а для другого – первый в жизни Нарезаем такими небольшими кусочками поперек молотна Попутно раскрываются секреты мастера – обжарить до золотистой корочки, соль по вкусу и обязательно чеснок Сегодня в меню – жаркое из оленины Всегда мечтала быть поваром, впервые мне удалось побыть на кухне ресторана, мне очень понравилось работать с таким замечательным поваром, как Алексей, и я думаю, что в будущем стану шеф-поваром Оля очень старательная, у нее все обязательно получится, она такой человек, она очень ответственная, сразу видно это Она серьезно подошла к этой профессии Все правильно, надо начинать с ресторана Надеюсь, у нее все-все получится, загадай желание в новом году и обязательно станешь шеф-поваром Коллектив ресторана приготовил для Оли собственный подарок – пиццу по новому рецепту, чтобы она угостила друзей Подарок, конечно, вкусный, но вряд ли он сравнится с тем вниманием и поддержкой, которую оказали начинающему повару в ресторане Мы работники ресторана «Тиман» рады были принять участие в этой акции Надеюсь, мы воплотили чью-то мечту в реальность И в дальнейшем надеемся видеть Ольгу в наших рядах Будем ее ждать с удовольствием На этом один день в роли профессионала для Оли завершился Теперь она уверена, что обязательно вернется в этот ресторан и еще приготовит для наринмарцев блюда от шеф-повара Светлана Артеева, Сергей Качиков, Телеканал «Север» Наверное, каждый мальчишка в детстве мечтает стать храбрым спасателем Вот Игорь Шелепатов с малых лет хотел помогать людям, попавшим в трудную ситуацию Со временем детская мечта превратилась в серьезную цель Сейчас Григорию 17, он учится в 11 классе и уже твердо решил Работать будет в поисково-спасательной службе День Гриши Лепатова сегодня начался необычно Он в буквальном смысле прочувствовал на себе весь груз нелегкой работы спасателя По легенде Грише предстоит спасти людей из загазованного помещения Первым делом на будущего спасателя надевают баллон высокого давления весом в 9 килограммов Все, смотрим на манометр Давление у нас показывает Есть Заходить можно не менее, если давление находится в баллоне, не менее 250 атмосфер Больше, лучше, меньше, нет Прикладываем масочку И начинаем дышать Хорошо дышится? Все нормально? Ну и все Прежде чем войти в загазованное помещение, обязательно надевается газозащитный костюм Сначала в аппараты включить Включается, костюмы одеть Костюмы одеваются, помощник подходит И помогает застегнуть его снутри Все, человек готов Выстраивается звено И за командиром по команде заходит в загазованную зону С первым заданием будущий спасатель справился на отлично Сразу после этого для Гриши провели краткий экскурс по складу поисково-спасательной службы Здесь и защитные костюмы, и снаряжение аквалангистов Но самый большой интерес у юноши вызвал тренировочный манекен Ну это товарищ для того, чтобы мы тренировались Соответственно, это манекен для тренировки Все это приспособление для этих самых Да, и чтобы для спуска и поднятия на великолеп И промышленные альпинисты используют его И водолазы используют в своей работе После ознакомительной экскурсии по складу Спасатели отправляются на смотр техники Здесь Грише еще раз удалось почувствовать себя настоящим спасателем Он совершил выезд на место происшествия на снегоходе Следом еще одно экстренное задание Нужно спасти пассажиров из поврежденной машины Гриша справился и с этим заданием Следовательно, боевое крещение прошел И пусть чрезвычайные ситуации были вымышленные Для 17-летнего юноши они стали хорошим уроком Гриша еще раз убедился С выбором профессии он ничуть не ошибся Как ты думаешь, мечты сбываются? Конечно Больше познакомился с тем, чем хочу заниматься Вот Ну и думаю, я этого добьюсь В планах будущего спасателя Окончить школу, поступить на службу вооруженные силы Ну а после армии вернуться в Наринмар Возможно, тогда и сбудется мечта этого доброго паренька Желание Ани Час массажа, причем не лежа на кушетке, а в роли медсестры Мастер-класс у опытного специалиста Вот подарок от телеканала Севердевочки Получить урок от Марии Михайловны дорогого стоит Массажем медсестра занимается почти 30 лет За это время успела накопить багаж знаний Ими охотно готова поделиться с Аней Но для начала, говорит Мария Тестова Нужно узнать, почему человек хочет стать массажистом Аня, а почему ты именно захотела стать массажистом? Объясни причину Не знаю, у меня... Ну, я в поселке у себя жила Откуда ты? Я в поселке Уськара Я в интернате там жила Я там девочкам укола спина болела Там делала массаж Они говорят, у меня руки созданы, как сказать, для массажа Чувствительные руки действительно важно для массажиста В один голос твердят специалисты Дать пару дельных советов Аня пришла медсестра по детскому массажу Людмила Маржаедова С годами приходит чувствительность в пальцах Душа нужна, любить детей Надо, да, грамотно быть И чувствовать пальчиками После теории приступили к практике Мария Михайловна рассказывает об основных принципах массажиста Главный из них – не терять контакт с пациентом Я эту руку и глажу, да, а это лежит просто Потом наоборот Опять пошли Но обе руки, они в постоянном контакте с пациентом Не просто как хотим, так и ходим Запомни Вот бабочка, видишь, вот ушло куда? Движение плеча Поглаживание, растирание, разминание, вибрация, пощипывание и многое другое Все эти приемы пригодятся Ане в профессиональной деятельности Вот непрерывно, как ты делаешь Вот если ты повела гладишь, то веди вот сразу цельной полосой А не, ага, вот-вот-вот Мария Михайловна напоминает Ане Главное – не навредить клиенту Для этого нужно знать анатомию и физиологию человека И обязательно закончить медицинский Медицинский-то я хотела пойти уже с раннего детства Не знаю, почему меня потянуло на медика Но массажистку даже не знаю Просто так тянет Мария Михайловна уверена, что у Ани все получится Нужно только немного поработать над собой Если она научится расслабляться, то, конечно, у нее все получится Все наши проблемы-то из-за того, что мы всегда скованы-закованы Ну, это будет практиковать Придет к ней со временем Екатерина Гончарова, Николай Таратин Телеканал «Север» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова